передать про эту боль. Светик, привет! Я про свои боли, про откат с сухих больших дней. Делись, у тебя тоже были длительные сухие дни? Ну, я тут, даже не я, мне сделали такое, ну, как бы не замечание, но тем не менее. Мы же в этой теме уже, в принципе, достаточно давно в автономии, да, и у нас очень много уже знакомых, чатов, в которых мы были, в которых мы там не были, но там с чатов на чаты переносят информацию. И мне, давно тоже с ним общаемся, он давно уже очень практикует, уже очень давно, лет 10 как минимум. И он меня спрашивает, говорит, Свет, говорит, а у тебя было такое, вот ты как бы давно на сухих? Вот, говорит, было такое, что вот у меня, говорит, почка вот болит, такое ощущение, что вот я посадил её именно на автономии. Ну, мы с ним начали разговаривать, и разговаривали, он говорит, спасибо, спасибо, всё здорово, говорит, вот ты правильно сказала там то, что мы с ним обсудили этот момент. Но тем не менее, когда я ему начала рассказывать, он говорит, почему ты это не говоришь в эфирах? Я говорю, ну, потому что, наверное, все любят цветочки. Он говорит, скажи обязательно, потому что многие автономы, они говорят, как вот мы перешли, вот мы столько-то дней там на сухих, вот у нас такие-то марафоны, вот у нас это, вот у нас то. И, говорит, вот этих подводных камней, что ты рассказываешь, их, говорит, нигде нет. Я так подумала, думаю, ну, вроде бы, с одной стороны, не совсем это красиво, что ли, вот это нижнее бельё вытаскивать наружу. Ну, а с другой стороны, если мы уже об этом говорим, то, наверное, люди должны знать. Я много информации оставляла для личных, думаю, если будем марафоны проводить, если будем там какую-то личную беседу вести, то это можно будет сказать. А в эфирах этого нельзя, ну, как бы, ну, не совсем корректно это рассказывать, такие вот разные вещи. Но остановилась на том, что я, наверное, всё-таки занавес немножечко приоткрою, как это было у меня, лично у меня с моим опытом. Но я могу сказать следующее, что я продолжаю исследовать своё тело, то есть я никуда не вышла. Мне достаточно комфортно в том смысле, что я сейчас научилась слушать своё физическое, психологическое тело. И хотела бы рассказать, я не знаю, меня видно или нет, потому что по мне субтитры, у меня свет такой плохой, поэтому вот как оно верно, главное, чтобы слышно было. Я бы хотела рассказать ещё не только о том, что вот в первые дни у тебя начинается сушняк, то есть мы дали там несколько фишек с корицей, не с корицей, с гвоздикой, с полынью, ты про свою травку какую-то сказала. Но у меня помимо всего этого, я могу сказать, что были ещё такие дни, то есть я рассказывала, как у меня на какой-то там, на первой неделе, на пятый или на шестой день начало очень сильно крутить суставы, выворачивать кости, и сухожилия вот именно, сухожилия, очень сильно тянуло сухожилия до такой степени, что я прямо, ну, насколько я могу терпеть физическую боль, то есть я достаточно такой сильный человек и в психологических, и в физических планах. Но я прямо каталась по полу и ревела. Я боялась, чтобы это не увидели дети. И тогда я как раз сказала, что я выпила один шприц нурофена, потому что это было невозможно, эта боль. Конечно, там под нашим видео много всего написали, что это нужно было вытерпеть, это нужно было там… Ну, в общем, много советчиков, было много. Но я скажу, ребята, что я рассказываю только свой опыт. Я никого не призываю, ни к каким таблеткам, ни к какому голоданию, ни к какой автономии. Я просто рассказываю свой опыт, и в каких-то случаях я могу человеку помочь выйти тоже на определенный этап своего неедения, что прошла именно я. Поэтому я рассказываю то, то, что у меня было. И я эту боль стерпеть не могла. Она была неимоверно сильной. Помимо того, что вот это было, у меня уже, наверное, раза два было такое, что я вечером, я как бы в обычном… Ну, как бы всё у меня абсолютно обычно к вечеру. И потом я же говорила, что я ещё бывало подсыпала. Потом у меня сон прошёл, отключился полностью. Но сон отключился полностью, но могу сказать, что я вот за эту неделю два раза всё-таки я поспала. Понемногу, но поспала. Но к этому я потом ещё вернусь, если кому-то будет интересно. И вот до этого у меня было, ну, не знаю, там может быть, наверное, день 20, когда все говорят там, ой, 20-21 день, уже все клетки привыкли, уже всё хорошо, уже ты спокойно идёшь в автономию. Может быть, может быть, у меня возраст не совсем молодой. Может быть, у меня организм достаточно… Ну, достаточно загрязнённый. Ну, да. Это другие процессы. 45 дней должно пройти, как минимум. Ну, я не знаю, сколько у меня прошло. Не знаю, сколько у меня прошло, то есть у меня, получается, с 14 марта был заход. То есть я… Ну, 3 марта я последний раз покушала, получается. И… Так. Всё. Тут руль не мешает. Вот. И я не знаю, на какой это день, то есть я сразу же сказала, что дни я отчитывать не буду. Если кому-то интересно, то те могут посчитать. И на какой-то день, может быть, на 20-й, я как раз в часа в 4, по-моему, да, в 4, в 3-4 часа я вырубилась. Вырубилась, наверное, часа на 2. Да. То есть у меня не 20 минут было, часа на 2 вырубилась. И я проснулась, ну, наверное, килограмм на 10 больше. То есть я, когда проснулась, я вот так вот руки делаю и чувствую, что у меня прям как сосиски они такие. И я подхожу к зеркалу, и у меня… Я полностью отекла, опухла. И вот это вот, если кто-то знает, кто принимает гормоны, у некоторых были такие побочные эффекты, как отёк к венке, по-моему, называется. Вот. Да. Это как аллергическая реакция, от которой можно даже умереть на какие-либо лекарства. Вот. Но лекарства я не принимала, но я понимаю, то есть отёк к венке, он убирается в течение, если ты его правильно, как бы, правильный алгоритм, то он у тебя уходит примерно через месяца 2. То есть сразу он не уходит, он очень долго держится. У меня просто он был. Возможно, у кого-то как-то по-другому. Но вот именно вот этот отёк на сухих днях, вроде бы с чего, да, вот такой, и на весах плюс 7-10 килограмм, вот где-то вот так. Вроде бы с чего. На сухих днях я не была, я не лежала в ванной, чтобы там через кожу у меня как-то напиталось. У меня не было там ещё каких-то там предрасположенностей к тому, чтобы вот этот момент произошёл. Но он произошёл, и я так понимаю, что это как раз вот, когда гормоны, гормоны, они меняют ДНК на клеточном уровне, если так грубо говорить, да, без фармацевтического языка, так скажем. И я так прочувствовала на себе, возможно, я не услышала. У меня... Я изучаю тоже параллельно, мне очень нравится изучать биохимические процессы с точки зрения науки в теле происходящей. 21 день не формируется привычка, а в 21 день просто привыкает тело, но оно может откатиться. Только начинают настраиваться. То есть настроились процессы, но привычка не сформирована. И она формируется на 45-й день. Это во всех... Но я так полагаю, что это, Кристина, это не от дней зависит у меня. У меня было это именно от того, что вот эта вот очистка организма, у кого-то она происходит быстрее, а у меня организм достаточно, видимо, загрязнён, потому что я на гормонах была более 30 лет. Это как бы, ну, достаточно такие жуткие процессы, что мне даже врач мой сказал, что, говорит, ещё чуть-чуть, говорит, максимум года два, и, говорит, рак желудка ты себе обеспечишь как минимум. И вот этот отёк у меня произошёл, я так полагаю, что клетки начали вычищать этот гормон. Почему у меня и болели сухожилия? То есть я же пользовалась именно бронхорасширяющим, это расслабляет гладкую мускулатуру. То есть это то, что вот именно внутри. И именно гладкая мускулатура, это то, что у нас мышцы, это что такое? Это та же самая клетка, то есть когда она набухает, в ней задерживается тот же белок, вода, то есть это всё задерживается в межклеточном пространстве. И, видимо, когда у меня пошла очистка вот этого от этого гормона, у меня и произошло вот это, что эта клетка у меня такая... У меня буквально за два дня этот отёк сошёл, но тем не менее, как бы вот у меня этот процесс был. И если кто-то будет говорить, что это ото сна, ото сна мы отекаем, то есть у меня же до этого этого не было, то есть я могу понять, что это не ото сна. Это сон запускает, по мой взгляд, знаешь как, это сон запускает определённую перестройку, то есть организм так работает, что когда тело засыпает, оно глубже прорабатывает, то есть мы могли бы не спать, допустим, не спала, это, может быть, мягче прошло бы, но это было бы. Может быть, да. Именно провоцирует, даже когда мы сдаём экзамены, мы должны, говорят обычно детям, поспите, потому что структурируется определённым образом во сне, по-другому всё, как будто быстрее, это более интенсивнее происходит. Поэтому иногда тело нас обрубает на сон. Вот. И могу сказать, что совсем, наверное, не так давно, может быть, неделю назад, может быть, полторы недели назад, у меня произошло то же самое. То есть я точно так же, вот, я не могу даже сказать, проснулась я либо не проснулась, этот момент я не помню, но я помню, что я сижу с детьми, с ребёнком, он у меня со второй смены, я делаю с ним уроки, и чувствую, что я карандаш взять не могу. А у него глаза такие, он говорит, мамочка, ты что? Я понимаю, что у меня тот же самый процесс произошёл. И это уже вот, как бы, это было совсем недавно, и он у меня точно так же, за двое суток он у меня ушёл. Но опять же ушёл, почему, может быть, за двое суток? Я достаточно много езжу на велосипеде, и как бы там всё равно вот эта лимфатическая система, она как бы прокручивается быстрее, но тем не менее, вот у меня такие побочные эффекты были. Они сошли очень гладко, но тем не менее, да, вот такие вот процессы они тоже были. То есть, может быть, я не как все автономы, как говорят, что там зашёл на автономию, это всё легко, всё хорошо, что у всех всё хорошо, там и ногти меняются, и всё меняется. То есть у меня вот это вот с таким вот хорошо-хорошо, потом раз у меня физическое тело даёт какую-то реакцию такую достаточно жёсткую. И вот да, я решила этим поделиться, и, ну, конечно, об каких-то мелочах таких разговаривать, там, как это произошло, чем я убирала, через сколько я пошла на велосипеде кататься, как у меня это было, там, выходил ли пот, там, или я купалась, или нет. Это, конечно, я рассказывать не буду, смысла нет. Где-то там при более личной беседе, конечно, если у человека будет предпосылки к этому, конечно, мы уже с этим можем поработать и проработать. Но точно так же могу сказать, что у меня за этот период уже на сухих, ну, как бы вот на чистых днях, у меня слабые очень, но были два приступа астмы. То есть я точно так же полагаю, что такое астма, вот если есть астматики, если они нас смотрят, то астма — это вот как раз вот эти вот наши трубочки, они полностью покрыты гноем, гноя такой затвердевает, и когда вот этот приступ, они как бы сужаются, ты не можешь ни вздохнуть, ни выдохнуть, то есть у кого как, у кого-то и то, и то тяжело. Конечно, говорят, что психосоматику прорабатывать, это всё понятно, но мы сейчас коснёмся именно физики. То есть как я что полагаю, что у меня произошло, то есть на сухих днях у меня идёт прогорание вот этой вот слизи, и я уже говорила, что эта слизь у меня примерно неделю очень сильно отходила, у меня в жизни такого никогда не было, ни при каких чистках ничего вот этого не выходило. И, видимо, вот это прогорание слизи шло, и так как я много езжу, она, видимо, начала выходить, 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 выходить начала, и в какой-то момент организм, наверное, не справился и дал мне вот этот вот приступ астматический. И второй раз я полагаю так же. То есть вроде бы я себя считаю уже достаточно здоровым человеком, но сколько это будет ещё тело очищаться, то есть как некоторые говорят, у кого-то там за какой-то период, за какой-то срок от какой-то болезни они вылечились. И точно так же у меня спрашивают, вылечились ли вы от какой-то болезни? Ну, я, наверное, смогу сказать ребятам, наверное, где-то через год, если я год буду полностью на автономе, то я, наверное, через год могу сказать, да, у меня в течение такого-то времени этой болезни нет. То есть вот сейчас, я с 14 марта, у меня были, да, но я так полагаю, что это были вот эти приступы, астматические приступы, не из-за цветения, не из-за аллергических реакций, а именно очищения тела. Вот такие вот процессы, про которые я хотела сказать. Ну, это здорово. Я вот всё люблю это изучать с точки зрения науки, биохимии, по образованию, мне нравилось всегда, да, по образованию биохимик. И мне нравилось всегда с этим возиться. У меня, знаешь, были такие, у меня вообще, если коснуться здоровья, то у меня были почки, камни, я рожала дважды камни, это неимоверная боль, то есть у меня поджелудочная железа, которую по сей день чувствую штормит, то есть я занимаюсь массажами, есть такая методика, как горшок ставить на живот, и вот когда зажигаешь там свечки, ой, вернее, спички, и ставишь горшок сверху, то у меня колет поджелудочную железу, это говорит о том, что там ещё процессы не закончились. Я всё это связываю, конечно же, с тазом, с аутоиммунной системой, потому что первая чакра, таз, это аутоиммунная система, и следующее после аутоиммунки идёт это поджелудочная железа, потом моя щитовидка. И щитовидка, она также связана с гормонами, я принимала гормоны, то есть я не могла забеременеть первую беременность, я принимала гормоны, период и поправилась, чтобы забеременеть, да, то есть второй раз тоже мне приходилось поддерживать себе гормональную терапию несколько лет, чтобы выйти в нормальное состояние. То есть у меня здесь не вырабатывается определённое количество гормонов, и когда стала разбираться сейчас уже с физикой, то я поняла, что это зажим вот этих вот мышц, вот, это, как я выяснила, скрученная грудная клетка, то есть наши рельсы, вот этот таз, да, и ломаный копчик, и всё вместе, вот эти вот как бы натянутые мышцы, они спазмируют лимфу, лимфа, где больше всего этот вот спазм происходит, но это тоже психосоматика, мы об этом с тобой говорили в эфире, что психосоматика это тоже установка, вот, и прорабатывая со всех сторон, я убедилась, конечно же, что физика это немаловажный фактор, и сколько бы я ни работала, то есть у меня всегда вылазит вот эта вот щитовидка, то есть когда я сейчас была на длительных сухих днях, она у меня сразу ровная шея, она идеально ровная становится, то есть прорабатываются основные части моих позвонков, грудного отдела, я прям чувствую там, как будто бы идёт раскрытие, какая-то боль, жжение происходит, в прямом смысле жжение, прогорание этого сбоя, и потом идёт раз, и расслабление мышцы, и выравнивание тела, это на сухих, на таких первых своих порах, где было 3-5 дней, у меня года 2 назад, первые такие были длительные, у меня становились красные глаза, то есть когда красные и жёлтые глаза, то я поняла, что чистится печень, потому что, говорят, посмотри, какой у тебя белок в глазах, то есть жёлтый, то получается гемоглобина не хватает, плохо работает печень, у меня тоже зрение, астигматизм, и после сухих длительных я улучшила своё зрение, то есть оно реально у меня улучшилось, ну на порядок там, на 0,7, на единицы, потом ещё дотянулось, и у меня минус 2,5 было, сейчас у меня минус 1, минус 1,25 зрение, вот, и я так понимаю, что это частями, как копилась вот эта болезнь, на прошествии прожитых моих там, разменяла пятый десяток, друзья мои, вот, и как бы вот эти вот 40 с хвостиком, которые я прожила, определённым образом копились болячки, вот как они накопились, так же они идут обратно, болячки эти, они чётко, вот да, что-то было последнее, но это отвалилось, потом раньше было, это отваливается, и самая старая, видимо, получается, у меня кости, щитровидная железа, я очень много лазила по деревьям, падала вечно, что-то себе там погнула, но сильно не ломала, но вечно хрустела, вот, меня даже братья хрустиной, не крестиной, а хрустиной называли, и ещё интересные моменты, такие были из болезненных, это, конечно же, почки, я прожила дикую боль на сухих днях, я в первый раз, когда получила дикую боль, это было ощущение спазмов, я рожала дома камни, когда ещё до этого, в период сухих дней, я знаю, что это такое боль, когда идут камни почками, вспоминая эту боль, конечно же, был страх, и я бросала сухой день, и это было глупо, с моей стороны, сделано, это я потом уже анализировала, если делаем сухой день, и там начинает всё сжечь, там болит, мочеточники, мочевой пузырь, да, и кажется, что всё, наоборот, нужно попить, ноу, стопе, пить наоборот нельзя, то есть, что образуется, на сухих днях, поднимается огненная энергия, и здесь формируется, такой большой выброс, то есть, получается, кажется, что мы воспаление переживаем за короткий период времени, но по сути, это идёт в выздоровление, любое воспаление, это выздоровление, вот, и даже какая-то такая фибра, как называется, фептильная, или как-то фибральная, эта температура небольшая поднялась у меня, помню, я испугалась, вышла, а второй раз я дошла до конца, и мои 4 дня превратились в идеальные почки, и я больше вообще никогда о них не вспоминала, ни проблем, ничего, повторюсь, то есть, я до этого что только не принимала, и травы пила, и лечилась, я и травница, и столько всего, и пшено пила, но сухие дни длительные ничего не заменит, это такая реально крутая чистка организма, вот, то есть, организм успевает где-то дочиститься, перейти на какой-то такой более настоящий образ свой проживания, но меня больше всего всегда беспокоило, почему же всё-таки сложно выйти на длительный сухой, у меня психосоматика, у меня психосоматика страдала, то есть, страхи возникают, что я потеряю вес, опять же, это связано с щитовидной железой, да, непринятие себя, вот, это глубоко с детства тянулось, именно с детства, потому что я жила в городе Сочи, училась в прекрасной школе номер один, с прекрасными детьми, прекрасных, самых шикарных родителей города Сочи, которые имели хорошие деньги, я сама из простой семьи, у меня какой-то такой, знаете, стресс возникал в плане того, что я простая, все-таки непростые, это я уже потом анализировала, по этой причине ехала в Москву, поступила, много занималась собой, развивалась, очень благодарна тому, что всё это произошло, конечно же, если бы мне ещё раз спросили бы, прошла бы я вот это всё, что я испытала, психологические, трудности личной жизни, очень много болезней в плане тела, и кости болели, и я вонка стояла, у меня родинки за полтора месяца выросли очень большие, мне ставили под подозрение рак кожи, тогда я сказала, чётко у меня будет растительная пища, никакая, тогда муж у меня успокоился, начал меня тронить поначалу на эту тему, и вот всё вместе меня привело к тому, что вот я сейчас чётко осознаю, что автономия – это не голодание, это осознанный переход к себе настоящий, это чёткая позиция наблюдения себя в этой жизни, это здоровый образ жизни, здоровое тело, нет здорового тела, если вы питаетесь, вы имеете нездоровое тело, вы просто постепенно кидаете в мусор, как бы превращаете в своё тело, как в мусорное ведро, куда кидаете эту пищу, и вот сейчас, по сути бы, хорошо бы наесться бы, и, да, побыстрее прийти в норму и уйти обратно, и это делаю очень аккуратно, потому что я понимаю, что шаг вправо, шаг влево, набор лишних витаминов – это сбой той волны радиочастотной, которую я уже получила, то есть я получила определённую частоту тела, и мне не хочется от этого уходить, потому что мне легко на сухих, я легко выхожу, и там по 100-200 грамм свои теряю, я длительные делаю сейчас, и моя задача – перейти плавно на щитовидной железе, потому что она реально сбоит, и я быстро теряю свои жиры, свои килограммы, мне не нравится, я хочу комфортно выйти в то состояние, которое я себе вижу, которое я себе чувствую, что оно мне нужно, да, параллельно идёт проработка с моей Венеры, то есть здесь с астрологией, да, такой момент очень интересный, много Марса, много вперёд, много Солнца, много лидерства, много хочу, а Венера, она хоть и высоко находится, но когда появляется много Марса, у меня их два сразу в разных домах, то, соответственно, Венера моя ноет, стонет, нет никакой женщины, есть только вперёд, вперёд, как локомотив, и, соответственно, щитовидка ещё больше сдувается, тут ещё такой аспект, да, с чем мы пришли в эту жизнь, с какой проработкой кармической, и всё это в голове просто как пазл, складывается именно, как инсайты на сухих днях, вот что прикольно, от этого невозможно отказаться, это тот новый образ жизни, который нужно брать, если есть возможность у близких, обязательно перенимать, и не останавливаться, вообще убирать все страхи, идти только вперёд. Боль – это естественно, воспалительный процесс – это тоже естественно, потому что мы это копили, это нужно сбросить, и кроме как почистить кастрюлю таким же образом, как мы это накапливали, через боль, через обратный процесс, ну, это неминуемо, вот, чем хотелось поделиться. Да, да, это обязательно, это тоже, как мне в Инстаграме молодой человек один написал, он говорит, ну, вот я тоже хочу, говорит, очень хочу на автономию перейти, очень хочу вот то-то, но, говорит, я не знаю, говорит, вот жена меня не понимает, и говорит, я как вот, а как праздники, а как вот я пойду там на какие-то мероприятия, мне скажут, что с нами, не выпьешь рюмочку там, чего-то там, вот, я, говорит, не понимаю, как мне быть, я говорю, ну, ты не торопись, я говорю, в любом случае, я могу тебе сказать, это абсолютно точно, что со сменой твоего мировоззрения будет меняться и твое окружение, то есть все твое, оно останется рядом с тобой, а твое будет, насколько ты будешь переходить в эту истину, в правду, потому что в автономии невозможно лгать, ты не сможешь лгать самому себе, и когда ты не сможешь лгать самому себе, у тебя останется, ты начнешься как кристалл, у тебя начнутся грани просто светиться, ты как будто бы начнешь себя, сам себя оттачивать со всех сторон, и как только ты начнешь оттачивать, ты настолько становишься изнутри светящийся, искрящийся, правдивый, и рядом с тобой останется только истинность, и вот эти вот люди, которые истинно твои, они останутся, и истинно твои, они притянутся, а те, которые не твой человек, не твои люди, они отойдут, и ты просто должен быть, каждый человек, который идёт на автономию, он должен быть к этому готов, не бывает такого, вот он нехороший, вот он вот такой, вот мне с ним тяжело, но я его очень люблю, блин, ребят, не получится, если тебе с ним тяжело, либо ты расставляешь все точки над «и» с этим человеком честно, откровенно, прямо на сто процентов, либо он у тебя отваливается, но ты не сможешь не расставить точки, то есть ты в любом случае настолько начинаешь вот правду говорить вот изнутри, и когда ты начинаешь говорить правду изнутри, ты чувствуешь, у тебя идёт вот это вот открывается чувствование, и когда другой человек начинает лукавить, ты это видишь сразу же, считываешь моментально, потому что ты каждого человека, каждый человек — это ты, и ты каждого человека пропускаешь через себя, ты сто процентов, тебе больше никто не сможет соврать, как бы он ни хотел, каким бы великолепным актёром он ни был, потому что он — это ты, а себя ты знаешь, ты стал честен с собой, и ты увидел честность в другом, поэтому невозможно никому-то наврать и обмануть, и невозможно у кого-то принять правду за истинность, потому что это всё ты, везде всё ты, и себя ты знаешь. Вот это вот есть, ну, как мне кажется, это, конечно, здорово, но изначально, когда я это стала понимать и осознавать, мне нужно было с этим тоже научиться жить. Я думаю, что когда люди видят вот такие вот вспышки, и они говорят, о, классно, это первая эйфория, потом ты понимаешь, что тебе нужно с этим научиться жить, потому что когда ты понимаешь, что человеку нужно сказать правду, а без правды ты не можешь, тебе в любом случае её нужно сказать, потому что всё остальное — это фантик, а другой человек, ему тяжело слышать эту правду. И вот тут такое вот получается, и тебе нужно просто это спокойно принимать, то есть тебе нужно быть в принятии, что не все люди готовы на это. Это то же самое, что вот я сегодня писала с Розой, там небольшая у нас переписка была, по поводу того, что сейчас была недавно Пасха у религиозных людей. То есть я религию и веру очень сильно разделяю, потому что я глубоко верующий человек, но я не религиозный. То есть я верую в то, что всё исходит от меня, и что я буду давать в этот мир, то и мне будет давать этот мир, потому что я и есть этот мир. И когда мы с детьми пошли в магазин, они говорят, я хочу там булочку. Я говорю, ну пожалуйста. То есть я уже говорила, что я в принятии. Мои дети знают, что такое, как любая еда влияет на их организм. Они это чётко знают, но выбор всегда остаётся за ними. То есть я считаю, что мои дети достаточно ответственны, чтобы принимать этот выбор. Поэтому я никогда по рукам не бью, если они что-то там едят, не то, чтобы мне хотелось. И мы зашли в магазин, в один зашли, там везде вот эти вот куличи продают. В другой зашли куличи. И нет булочек. И когда мы уже зашли в четвёртый магазин, я говорю, а у вас есть сладкие булочки? Она говорит, так нет, говорит, ну как бы пасха же, везде куличи. Все пекут только куличи. Я поворачиваюсь к младшему, он у меня не ест изюм, не любит его. Я говорю, ну есть только хлеб с изюмом. Она меня продавщица вот такими глазами. Она говорит, это не хлеб, это кулич. А он так смотрит на неё, ну как бы понимает. Мы просто с ним переглянулись и пошли. То есть понятно, что я не стану никому ничего доказывать. Но вот это вот настолько в людях вот сидит, что ты не каждому готов поделиться и рассказать. То есть ты просто готов принять, что вот он сейчас на данный этап, вот ему хорошо верить вот в эту вот пасху. Ему хорошо верить, что там, как оно говорится-то, Христос воскрес. Вот. И это их право. Если им с этим легко живётся, и если им от этого хорошо, где-то там внутри у себя, то ради Бога. Я за счастье. Я, конечно, на сегодняшний день всё больше и больше противник того, что счастье невозможно… вернее, не то, что противник, а я понимаю, что счастье невозможно построить на лжи. На лжи можно построить только лживое счастье. Но кого-то менять я не собираюсь. Я могу только поменять себя, и я вижу, как рядом со мной меняются люди. Не потому, что я им что-то рассказываю, да, а потому, что они просто находятся рядом со мной. И я вижу, что им, например, хорошо со мной, мне абсолютно хорошо с ними. И поэтому я и говорю, что как бы чем больше мы будем меняться, чем больше мы будем открываться, очищаться изнутри, тем больше вокруг нас будет очищаться пространство. И когда нас будет очень много, я думаю, что и пространство это тоже очистится. Но по-другому, как бы кому-то ходить и доказывать, что вот этого не было, вот это неправда, вот это вот вам внушили, да перечитайте ещё раз. Ну, это не то. То есть у меня, когда старший сын пришёл и говорит, мама говорит, а как мы вообще произошли? Я говорю, вот есть вот такие-то материалы, говорю, ты можешь их съесть изучать. Он говорит, нам просто в школе сказали, что Библия. А я, говорит, спросил, говорит, вот у Адама и Ева было двое сыновей. Как произошёл народ? Это меня спрашивает ребёнок. Я, конечно, не буду это выдаваться в подробности, но это я ещё раз хочу подчеркнуть про то, что любая чистая энергия, она может существовать и может появляться и размножаться только тогда, когда мы правдивы сами с собой, когда нам не нужно уже, чтобы нам навешивали шаблоны какие-то, когда нам не нужно, чтобы нам давали какие-то книги и мы по ним учились, как жить. У нас уже всё внутри заложено. Книги нам даны как помощники, а не как путеводитель. То есть мы не можем чётко по ним идти. Они нам даны для того, чтобы мы вот здесь сравнили информацию, здесь сравнили информацию, здесь проверили информацию. И только после этого мы можем наполняться самостоятельно. То есть пока мы не наполнимся самостоятельно, пока наш сосуд не наполнится, мы не сможем что-то отодать. А именно вот те люди, которые хотят много, много, много книг, всяких разных книг, сходить к тому, сходить к тому, вот у него нет этой информации, и он хочет взять эту информацию от кого-то. Но на самом деле мы от кого-то информацию взять не можем. Мы можем только взять от кого-то направление там, где мы сможем самостоятельно наполнить себя. И только после наполнения себя изнутри мы можем разлиться вот этим вот счастьем. Ну вот это как я вижу. Да, я тоже пока говорила, я вспоминала о себе, что есть педагоги любимые, которых ты чувствуешь, есть педагоги нелюбимые, но суть вся была на самом деле в предмете. Какого педагога ни был бы, да, просто ребёнок чистый, он считывает, что история 500 раз перепрописана, да, то есть перезаписана. Естественно, историю мало кто учит. Соответственно, да, и возникали проблемы с географией тоже, да, неизвестно, какие учебники были. То есть неестественно, ненастоящая подача знаний даёт возможность ученику не хотеть учить, да, дети не хотят заниматься. А это нормально. Я вспоминая себя сразу, я помню, что закончила диплом, мне был смешной. Тройки, пятёрки, одна четвёрка, и то физик он как бы мне сказал, что там я дружила с его дочерью, как бы он меня знал. Такой, ну ладно, давай, что-нибудь сдай мне, я тебя поставлю четыре. Вот. И физику тоже я не очень любила. Я были прекрасны отношения с педагогом, но у меня прям затык был прям такой. Вот я не хотела. И я в первую очередь всегда практиком. Я вначале всё прохожу на себе, потом мне интересно, как же, каким же языком это всё рассказывает наша наука, наши врачи, каким это образом написано, это интересно именно сопоставлять. Потому что потом появляются вопросы, и этим легко делиться. То есть, когда я столкнулась, это, наверное, идёт глубоко с детства, я столкнулась с тем, что я с детства всё время говорила в каком-то другом языке с людьми, на каком-то своём внутреннем мире. Будущее там чувствовать людей могла по-другому, видеть какие-то вещи. И, соответственно, получила такой, знаешь, внутренний урок того, что нужно научиться говорить тем языком, который было бы удобно им слышать. Тогда больше людям можно помочь. И, соответственно, вот у меня отсюда такое внутреннее желание, личный опыт переносить на какие-то там знания, психологические, знания научные. Прямо вот читаю, слышу, вижу, вспоминаю, и вот этот опыт получается транслирую частично. Это очень интересно. И то, что ты говорила, конечно же, это факт, это есть. Я для себя это называю умение простраивать границы. То есть человек, который выходит на автономию, он чётко понимает, вот это мой огород, а вот здесь вот это его территория, это его реакция, да, и мне здесь совершенно не нужно париться. Вот он так отреагировал, и ладно. Когда есть лёгкая, когда мутность сознания, пищи, питания, да человек уже не понимает, и у него такая реакция получается, что начинаются сомнения, а я ли это, да, а моё ли это, а вдруг на самом деле это. То есть мы путаем своё отражение, мы путаем чистоту взора, взгляда своего, потому что глаза видят лишь то, что находится в нас внутри, и реально другой человек, мы видим только себя в нём. Вот. И когда мы кушаем и едим, мутнеется сознание, оно, и мы не видим чистоту, где моё, а где не моё. И вот эта граница, она смазана получается. Именно только на автономии, на чистых, сухих, длительных днях, да, и те, кто вообще полностью не едят, они чётко понимают разницу, где я, где не я. И отпадает реально желание транслировать, я это могу, я это хочу, то есть ты понимаешь, что это вот, это моё, да, то есть присутствует некая такая возникает идеология личная, да, то есть ты понимаешь, что правильно для меня, а всё остальное, это правильно будет, заходя из его опыта. У каждого у нас свой опыт, свои энергии, скажем так, свой цвет на тонком уровне, каждое имя вибрирует в определенном спектре цвета, вот, и каждая энергия тоже имеет определенное раскрытие на той или иной чакре, и я это транслирую, как вот открытие пятой чакры, как вот границы, раскрытие границ, а пятая чакра, она скреплена с кармическим телом, то есть здесь идёт проработка своих событий кармического плана, то есть карма, это когда мы взаимодействуем с кем-то, а мы чисто умеем взаимодействовать с кем-то, мы не формируем новую карму, мы чётко следуем своим границам, вот это и есть автономия в плане энергетики, то есть мы прошли все другие этапы, раскрылись в психологии, в чувствовании, в умении управлять миром, работать с телом, с физикой, с желаниями, и остаётся вот именно вот это вот последнее сейчас, и многие к этому приходят не через питание, к автономии начинают некоторые подбираться через качество и умение проявить себя в профессионализме в том или ином деле, и потом у них возникает желание идти через питание, работу с физикой в автономии, я это заметила через своих клиентов, ко мне приходят там на массажи, разные люди, на йогу практики, по целительным, по энергопрактикам, и в итоге прорабатывается часть карнических вопросов, либо часть профессиональных, и люди понимают, что я себя здесь исчерпал, и у них что-то происходит с питанием, они начинают, а вот расскажи, поделись, и они начинают уже идти физикой, с другой стороны, в эту автономию, но опять же, автономия – это умение чувствовать себя, быть настоящим, правдивым, границы выражать своим, это здорово, это невозможно ни с чем сравнить, это происходит не эмоционально, это происходит само собой, в легкости такой, и все события простраиваются легко, прямо вот здесь и сейчас, ежесекундно, как по волшебной палочке, ничего не беспокоит, не болит, это прям вот состояние наполненности, прям вот каждой клетки, телом наполненности, присутствия такого вот, наполненности, емкости внутри, даже другое ощущение тела происходит, поэтому это невозможно что-либо променять, это нужно просто идти пробовать. Да, пробовать это нужно, ну я бы в любом случае, если у кого-то есть желание это попробовать, не отказывайте себе в этом, я не говорю, что вам нужно идти на длительные сухие дни, не обязательно идти в автономию, но научиться слышать свой организм, научиться слышать себя, научиться быть честным с собой, это многого стоит, и это действительно, я всегда раньше думала, что я такая честная, я такая, я действительно, ну врать это действительно не моё, вот, то есть меня многие, почему и не любили, вот в бизнесе я была, меня, да, у меня многие люди меня не любили, потому что я говорила по-честному, и когда я кого-то ловила на каком-то мошенничестве, или на каком-то вранье, то есть у человека естественная реакция была меня ещё больше оскорбить, чтобы как бы на фоне того, что вот так вот я лучше тебя, и я всё время думала, да как же так, ну вот так не бывает, вроде бы с людьми-то по-честному хочешь, там вот вроде работаешь, считаешь его как другом, а он тебя вот так вот предаёт, но на самом деле это, видимо, у каждого человека есть такие свои ступенечки, по которым он поднимается на свой уровень, до которого он может дойти, то есть вот сейчас очень многие говорят, что автономия — это для всех. Я, наверное, всё-таки повторюсь ещё раз, что да, мы, я больше чем уверена, что мы все рождены автономными, мы изначально автономы, но автономия сейчас, вот на данный момент в автономию могут зайти не все. Это, я не скажу, что это для каких-то там своеобразных людей, что вот мы такие замечательные. Нет, ни в коем случае, просто каждому своё. Это то же самое, что у нас есть две ноги, но мы не становимся все замечательными бегунами. У нас есть то, что мы умеем писать, рисовать. Вот кто-то там рисует ёлочку, палка и вот такие вот штучки, да? Он нарисовал ёлку? Нарисовал. Другой нарисует ёлку по-своему, но мы все умеем рисовать, мы все умеем не есть, но мы не все можем стать художниками и мы не все можем стать автономами. Поэтому, когда вы говорите, ну как вот он же смог или она же смогла, а я что, хуже? Ребят, нет хуже или лучше? Вы просто другие. Вот я другая. Вот у меня сын рисует так, что я иногда смотрю и думаю, да как так? Ну вроде бы я же тоже рисую, но у меня так никогда не получится, как он рисует. И это не потому, что я хуже его. Я другая. У меня что-то другое лучше получается. И я понимаю, что в процессе автономии ты настолько себя начинаешь познавать, что у тебя выходят какие-то новые границы себя. И это такое удивительное чувство. То есть я всегда думала, что я очень люблю ездить на велосипеде по трассе. Я действительно это люблю. Но на этой неделе я увидела, что я очень люблю бегать по пересечённой местности, то есть по лесу, где-то там через какие-то овраги, где-то остановилась, пешком пошла, где-то пофотографировала. И я поняла, что это мне доставляет такой кайф. То есть я вот на этой неделе у меня доходило до 15 километров. Я вот так вот бегала. Но у меня это занимает пока много времени. Но тем не менее, я понимаю, что это нужна экипировка соответствующая, там ещё что-то. То есть летом это понятно, проще. А зимой там уже более шипованные кроссовки. Я понимаю, что я этого никогда не делала. И я не понимаю, почему я этого никогда не делала. Это же просто было узнать, что тебе это нравится. И после этого я начала кататься по пересечённой местности на велосипеде. И я поняла, что это такой кайф. То есть это не сравнится ни с каким, вот то, что ты едешь по трассе. То есть по трассе у меня в день я не менее 30 километров. Это обязательно. Но когда я вчера, у нас вчера было просто 30 градусов жары, мы с детьми ездили от водоёма к водоёму. У нас уже дошло до того, что у нас часть нашей компании ехала на машине, а мы с сыном докатывались на велосипедах. Потому что, ну как бы уже просто не все смогли. И вот вчера вот по этой пересечённой местности, где-то, то есть по лесам, где могла пройти машина, проходила машина, где-то вброд, где-то ещё что-то. И это такой кайф. То есть мы прокатались, наверное, километров, ну чуть побольше 30, и я поняла, что мне нужен ещё вот такой вот велосипед. И ты начинаешь себя открывать, то есть не только в том, что тебе становится проще разговаривать с людьми, потому что ты, вот он тебе говорит что-то, а ты понимаешь, что он хотел сказать. То есть что люди говорят и то, что они хотят сказать, это абсолютно две разные вещи. Потому что когда ты ему начинаешь это рассказывать, он говорит «да». и он сам даже не понимал, некоторые люди сами не понимают, что именно они хотели именно это спросить. Вот. И я понимаю, что у нас настолько зашоренный мозг, и это касается вот как и разговоров, как и психологии, так и, повторюсь ещё раз, вот именно физики. То есть мы настолько не знаем себя, мы настолько не знаем своё тело, мы настолько начинаем раскрывать свои эмоции, что это просто, это просто каждый день, это вот такое «вау». И это, ну, мне кажется, вот люди, которые именно заходят в автономию, то есть я ещё раз повторю, что голодание и автономия — разные дни. В автономию можно зайти и через несколько часов отказа от еды и питья, а можно сидеть в голоде и по сто дней. И именно когда ты заходишь в автономию, вот у тебя вот эти вот краски, вот это вот, ты начинаешь жить. И когда вот эта вот жизнь оживает в тебе и вокруг тебя, вот это состояние, ты потом как наркоман начинаешь обратно возвращаться, 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 и в какой-то момент ты понимаешь, что тебе просто уже незачем выходить отсюда. Я не могу сказать это на сто процентов. Я не скажу, что я прям автоном-автоном. У меня ещё очень мало дней. То есть я знаю таких людей, которые, которые, например, там не ели по нескольку лет. Да, я с ними уже начинаю общаться, и они мне начинают писать. И это здорово. То, что они рассказывают, то есть людям, которые кушают, это даже рассказывать бесполезно, потому что они просто не поймут. Не потому, что они такие тупые, а потому, что другое мировоззрение у человека, он стоит немножечко, у него другой мир. А когда ты начинаешь, чем больше ты входишь в эту автономию, тем больше у тебя расширяется вот это вот… У тебя ты простраиваешь свой другой мир самостоятельно. И это такой кайф, от которого отказаться с каждым мгновением сложнее и сложнее. И это вообще классно. Я хочу добавить, что я, знаешь, сейчас поймала такую мысль, что голод – это когда ты врёшь себе, что ты можешь не есть. И, соответственно, летальный исход. Но когда ты на автономии, ты становишься настоящим, ты просчитываешь свои границы, ты становишься наблюдателем, осознанно строишь всё в своей жизни, все свои сферы. И, соответственно, ты настоящий. И ты не можешь умереть. И ты, когда нужно, вышел, когда нужно, зашёл. Автономия – это не голод. И когда человек голодает 40 дней, он, естественно, клеит ласты. Вот. Да, это однозначно. Здесь не очень приятную новость написали про умершего блогера, поэтому я сейчас ответила в эфире, что Виталий в Играновске 40 дней не ел и не пил, и случилось несчастье. Значит, он не автономил, он шёл на какие-то внутренние, внутреннюю ложь самим собою. Такие вещи невозможно просто упустить. Когда ты честен сам собой, ты заходишь и выходишь. Правда, на столько дней, сколько тебе нужно. И в итоге, как вот Света говорит, наступает тот момент, когда ты не хочешь уже выходить. И начинать это всегда с малого, потом начинается, да, то есть это практикуется, это как вот докачать себе пресс, это равносильно этому. Это просто тело, это аватар. И мы реально можем им управлять. Да, но я ещё раз, ребята, вот прям вот откровенно говорю. Мы никого, я никого не призываю не голодать, не входить в автономию, не переходить на сыроедение, на малоедение, вообще никого не призываю. Просто я рассказываю свой опыт. Если он кому-то интересен, я его рассказываю. Как только я посмотрю, что нет просмотров, он не интересен, и мне не задают вопросы, я просто потихонечку иду дальше своим путём молча. Вот и всё. Это мой путь, и я рассказываю просто о своём пути. Может быть, просто он будет кому-то интересен. Вот и всё. Да, я тоже очень люблю делиться, люблю слушать. Я вас всех очень люблю. Я боюсь, что сейчас эфир просто может пропасть. Я поэтому сохраняю. Всем привет. Всем пока. Всем спасибо. Пока. Спасибо. Приходите в следующий. Субтитры сделал DimaTorzok